Добрый день! Сегодня я хочу рассказать об одном интересном персонаже, Александре Исаевича Солуженицына, и местах, которые с ним связаны. Ну, а заодно показать места, которые связаны с другими Нобелевскими Убериатами, которые бывали и жили у нас в Рязани. Вот этот замечательный дом, с которым я сейчас стою, дом, который единицы вдали, два знаменитых дома, о которых Исаевич написал рассказ, называющийся «Для пользы дела». Рассказ о том, как студенты техникума, который до сих пор располагается в этом доме, строили один корпус своего техникума, а потом, в результате, когда уже дом был закончен, областные власти приняли решение, что этот корпус должен быть передан новому институту, который открывался именно в Рязани, потому что институт для пользы дела важен. История эта в 1963 году была превращена в Солженицыном рассказ, то есть это реальная история, которую Солженицын литературно обработал и сделал свой рассказ, опубликованный в «Новом мире» и вызвавший большую дискуссию о том, что все-таки важнее для у нас в стране люди или дела, и разные позиции разных руководителей, потому что в этом рассказе, там, как вы помните, было два партийных деятеля, один за то, чтобы за людей, а другой совсем даже за дело. Но в итоге реальная история закончилась тем, что красивый корпус, построенный студентами, все равно отдали под институт, а студентов переселили в общежитие. То есть из общежития, которое планировалось построить рядом с техникумом, сделали учебный корпус, и в нем были размещены учебные корпуса. Так до сих пор здесь техникум располагается, институт также до сих пор стоит, и рассказ Исаевича до сих пор написан. Ну, а мы с вами пойдем немного дальше, посмотрим сейчас на, собственно, сам институт, как выглядит это здание, посмотрим, где тут жил Исаевич. Причем тут жил, кстати, недалеко, куда он ходил на работу, и что он по дороге мог. На здании техникум относительно недавно сделали мемориальную табличку, вот она висит, рассказывает об этой истории, что здесь Солженицын собирал факты для написания своего рассказа, о котором он только что сказал. Ну, а мы пойдем с вами дальше, вот туда, к зданию техникума, который превратился в итоге в скитут, под названием НИГРП-плазма. Вот так выглядит здание скитута, про который я писал в своем рассказе, для пользы дела Солженицын. Довольно красивое такое здание, сравнивая с учетом, конечно, оно выглядит намного презентабельнее, но в итоге оно было передано скитуту. Кстати, скитут принадлежат еще и вот эти корпуса через дорогу, и в Слице есть одна интересная легенда. Вот если вы видите здесь рядом подземный переход, о котором у нас рассказывают такие легенды, что да, можно услышать голоса, раздающиеся из-под земли, и когда идешь по подземному переходу, если прислушаться. На самом деле все объясняется очень просто. Между двумя корпусами под землей параллельно этому подземному переходу сделан другой подземный переход, который с этим, конечно же, не сочетается. И люди могут из наукорпус переходить друг к другу. А между двумя переходами есть фальшескина, которая и пропускает звуки, которые так таинственно доносятся. А мы идем дальше, в дому, где жил Исаевич, а жил он вон там, дальше по улице, вот туда через сквер, наискосовку. Там была последняя квартира, в которой сужениться жил подрезать. Вот так выглядят эти два дома с другой стороны улицы, если перейти по тому самому таинственному подземному переходу. Как видите, идея была прекрасная. Техникум, рядом с ним общежитие. В реальности вот это общежитие, это институт. Все, как рассказал Солженицын в своем рассказе. До сих пор все так и есть. Сейчас здесь располагается колледж электроники, а здесь не ГРП-плазма. Пока идем к дому Солженицына, последнюю квартиру Солженицына, наталкиваемся на такой замечательный памятник. Это памятник Владимиру Федоровичу Уткину, знаменитому ученому, который создавал ракеты «Сатана» и многие другие. Он у нас считается рязанцем. На самом деле он учился, жил он и родился в Касимовском районе, точнее в Касимовском уезде. Учился он в Касимове. Он из Касимова уехал в Москву и дальше потом, куда его всылала родина. А в Рязани он толком никогда и не был. Но так как Касимов – это второй город Рязани, Рязанской области отставить по размерам, то Владимир Федорович тоже у нас считается земляком рязанца. И мы сделали вот такой вот буст в областном центре. На самом деле в Рязани он толком никогда и не был. Тут же в этом же сквере, рядом с памятником Уткину и тоже по дороге, дальше нашей экскурсии. Есть еще один памятник космонавту Аксенову, который у нас тоже считается рязанцем. На самом деле он так же, как и Уткин, был родом из Касимовского района. И после того, как отучился в школе, он уехал поступать в Москву и в Рязань. Ну, наездами он, конечно, в Рязани бывал. То есть к Рязанской области он имеет отношение, но непосредственно к Рязани самое относительное. Из Рязанской области. Тем не менее, вот памятник ему стоит. В общем, даже такой красивый. Мне он лично даже больше, чем памятник Уткину нравится, если честно. Если пройти от памятника Аксенову, космонавта Аксенову чуть дальше, прямо через сквер на уголок, то через деревья мы видим дом. Это дом по проезду, сейчас по проезду раньше по улице Яблочково, дом 1, дробь Юнатов 8. В этом доме, в квартире номер 11 провел свои последние годы жизни в Рязани господин Солженицын. Именно тут случилась его история с Решетовской. Именно в этой квартире он ее, так сказать, бросил. Поставил перед фактом, что у него есть другая женщина, и он ждет ребенка, и она ждет ребенка. Такая неполживая получилась история, которая совсем не красит Исаича. Ну, впрочем, все мы люди, у всех это бывает, Исаич в этом плане ничем не отличается от других. Вот. Можно сказать, в этом доме он дописывал архипелаг ГУЛАГ, доделывал. На самом деле, писал-то он его не здесь писал, он его в Солочи, в деревне Давыдова, прямо в Солочи. А здесь он появлялся уже наездами. Переселились они сюда в 66-м году, и до отъезда в Рязани он жил здесь, на первом этаже. Ну, в основном, да, бывал наездами, потому что к тому времени у него как-то денежные вопросы решились, появились деньги снимать дом в деревне, где на природе писать. Он уже никакой работы, кроме писательской деятельности, к этому времени не занимался. До 62-го года он работал в школе учителем. Мы его увидим в самом конце нашей прогулки. После того, как начали его публиковать, у него все проблемы решились. Он даже выдвигался на Ленинскую премию, но Ленинскую премию ему не вручили. Времена начались другие, и с Женицы начали давить. А этот дом в 1965 году был абсолютно новый. Вот он построен в таком типичном тогдашнем стиле. Тут вокруг, если посмотреть, вот они все дома примерно такие, в более-менее разном состоянии, потому что некоторые дома отремонтировали, они попали под программу капремонта, а некоторые еще нет. Как, например, вот дом Исайч, он, конечно, такой убитый. И, кстати, интересно, что на этом доме ни мемориальных досок, ничего нет. Здесь вот памятная доска Героя Советского Союза Путину. А про Солженицына конкретно на этом доме не сказано ничего. Но именно здесь он жил. И, кстати, сюда, именно в этот дом, к нему в гости приходил Ростропович. В 1968 году Солженицын очень хотел познакомиться с Ростроповичем. Тот был на концерте в городе Рязани. Солженицын постеснялся к нему, не подошел. А Ростропович пришел к нему на квартиру и долго удивлялся, в каких-то с ним условиях. Живет такой популярный писатель. На тот момент Солженицын действительно был известен, популярен. Вот, кстати, рядом дома, вот эти, построенные в 40-е и 50-е годы. Тут в разное время разные. Наверное, вот дома идут. Тут довольно-таки много таких домов. Мы сейчас как раз по этой улице. Можно пройти к тому месту, где Исаевич жил в Рязани долгое время, где он написал один день Иван Денисович и вообще все свои лучшие книги написал. Это дальше по улице Урицкого. А в те времена, когда тут жил Солженицын, это был первый Касимовский проезд. Кстати, ирония судьбы. Почти вся жизнь Солженицын, собственно говоря, улица Урицкого, она кончается вот на этом двухэтажном горе. Ирония судьбы. Солженицын всю жизнь выступал против чекистов, а жил в Рязани на улице Чекистово-Урицкого. Вот так получилось. Правда, тут надо отметить, что когда здесь жил Солженицын, то улица эта называлась не улица Урицкого, а первый Касимский переулок. Потом ее в улицу Урицкого продлили и первый Касимский переулок присоединили к этой улице. А вот это был уже проезд Яблочково. А сейчас мы дальше двинем вот туда, по улице Урицкого. К первой квартире Солженицына, где он жил, когда приехал в Рязань и восстановил свой брак с Решетовской. Кстати, там была квартира Решетовской, и здесь тоже была квартира Решетовской. Потому что она была профессором и зарабатывала до того момента, когда у Исаича решили все вопросы с его писательской деятельностью, она зарабатывала намного больше него. Например, у Решетовского в 1957 году зарплата была 300 рублей, а у Исаича 60. Вот такие пироги. Ну, потом, конечно, ему начали платить гонорары за рассказы. Там, конечно, измерял с тысячами рублей. Например, вот за рассказ, о котором я рассказывал, для пользы дела, он получил гонорар 2250 рублей. А за Ивана Денисовича что-то около 3000. То есть там деньги были приличные, и у Исаича как-то финансовую проблему, когда он начал заниматься писательской деятельностью, его стали публиковать, у него сразу все финансовые проблемы благополучно решились. Ну, идем дальше по улице Урийского. Вот так выглядит этот дом с другой стороны. Если посмотреть на его фасад, как видите, типичный дом времен Хрущева. Хрущева. Не самый плохой. Даже он с какими-то украшениями. Обычно в это время уже таких домов не строили. Но тут вот если приглядеться, вот можно увидеть даже какие-то украшения добавляли. Тем не менее, это 1965 год закончено строительство. Солженица сюда, во всяком случае, переехала в 1965. Мы пойдем дальше. Вот сюда вот по этой улице. Вот это начинается улица Урицкого, там от этого дома. Дальше вот здесь, на этой улице, в доме номер 17, в деревянном бараке, на 8 квартир, жил Солженица. Это сейчас он имеет дом номер 17. Когда он был по Касимовскому переулку, там номер дома был другой. Теперь он 17-й. И там как раз мемориальная табличка имеется. А здесь вот можно увидеть двухэтажные, бараки. Ну, это не бараки, это квартирные дома были. Сейчас больше бараки, конечно, хотя их вот недавно отремонтировали, поделили, покрасили. Опять же, в рамках капремонта не получилось. По крайней мере, привели в божеский вид. Смотрится даже немного, даже довольно симпатично. А тогда это были совершенно новые дома, когда их только построили. То есть вот это все появилось в 40-е, 50-е годы. Застраивалось. И, конечно, тогда это было очень даже неплохо. Потому что Джей Саич жил в деревянном бараке, а здесь вот все-таки дом кирпичный. Но перекрыть у него деревянное, конечно же. Кстати, интересно, если обратить внимание, то эти дома, они имеют не совсем правильную форму. Вот имеют вот такие интересные выступы. Можно сказать, в каком-то некотором роде, в конструктивном стиле. Вот, как видите, там вот во дворе дом еще не отреставрированный. Но это одно из учреждений, поэтому там еще не доделан. И дальше, если пойти по улице, то вот там вот дальше видно леса. Там еще дома реставрируют, приводят в порядок. Но надо сказать, что все равно хорошо, что их отремонтировали. По крайней мере, внешний вид сделали. И крыши перекрыли. Потому что, конечно, еще даже несколько лет назад Все эти дома, они из себя представляли совершенно удручающее зрелище. И это на данный момент практически центр Рязани, надо сказать. Поэтому, конечно, то, что ремонт все-таки делается, это довольно-таки хорошо. Вот, дальше уже здесь крыша не отремонтирована. Вот, пожалуйста, старый шифер. Повернитесь туда в ту сторону, то вот там вот крышу перекрыли. А здесь еще остается по-прежнему так же, как есть. То есть здесь вот еще то ли руки не дошли, то ли ремонт так согласовали. Но вот здесь вот состояние более такое грустное у дома. А дальше вот там вообще идет ремонт. А нам сейчас через дорогу вот там снесли несколько домов, расселили, построили новый. Ну, дальше там будет деревянный дом Исаича. Он уже близок. Мы сейчас проходим мимо номера дома. Мы сейчас проходим мимо дома номер 9. А Исаич жил в 17-м. То есть нам осталось совсем немного. Недалеко от дома, в котором жил Солженицын, можно видеть еще вот такой хорошо сохранившийся дом советской постройки 40-50-х годов. Ну, хорошо он сохранился так, потому что тут располагается УФАС, то есть учреждение. И, конечно, его не содержат приличные виды. Ну, вот дом интересен тем, что на нем, вот, пожалуйста, сохранилась советская ликмина еще со звездами. Ну, элементы отделки. Здесь, конечно, не считать кондиционеров, которые, разумеется, появились уже в наше время. Дом такой, достаточно сохранившийся, по крайней мере, с улицы. Ну, вот, конечно, есть там он пристройки в виде врезанного входа. Но, тем не менее, вот можно сделать впечатление о советской архитектуре времен, когда здесь жил Солженицын. И вообще, что было здесь в середине 50-х годов, потому что этот дом, как раз он 40-50-й, так же, как и вся улица построен. Тут дальше стоят тоже такие же дома, но они, конечно, странились хуже. А вот этот вот он выглядит прям прилично. И у него на самом деле интересно и любо-дорого посмотреть. Вот этот дом, который стоит показать всем гостям Рязани на самом деле, потому что это как раз и есть дом, в котором Солженицын прожил 9 лет. Тогда это был деревянный барак. Его недавно отремонтировали. Он долгое время был в совершенно убогом состоянии, но вот недавно он был отремонтирован. Его привели на довольно божеский вид. Поставили окна красивые. Все сделали. Сейчас он выглядит очень красиво, но если посмотреть на фотографии, когда тут жил Солженицын, дом, конечно, выглядел несколько попроще. Вот есть мемориальная табличка, которая рассказывает о том, что вот тут прям жил Нобелевский лауреат, а жил он вот там. Ровно под этой табличкой вот те два окна. Это как раз и есть квартира номер 3, в которой жил Солженицын. Сейчас тут жилой дом, живут другие люди. Никакого музея здесь, разумеется, нет. Это просто обычный жилой дом. Но, тем не менее, вот именно здесь был написан один день Ивана Денисовича. Здесь же был написан в круге первом. Здесь же задевался архипеллах Гулах. То есть в какой-то мере, можно сказать, дом сплошной антисоветчины, зарождавшийся здесь. Но здесь же к нему пришло признание. Именно из-за этого дома он ездил к Твардовскому, который его всячески продвигал. То есть дом такой, можно сказать, знаковый в карьере Солженицына. Потому что все свои самые, я считаю, хорошие книги он написал именно здесь, именно в этой квартире. Именно где Хоха. Кстати, если тут пойти сейчас во двор, то там можно найти один интересный момент. Сейчас мы туда пройдем, заодно посмотрим. Это двор, в котором тут живут люди. Как я уже рассказывал. Но тут есть интересное место. Яблоня, под которой работал Солженицын. Там даже табличка до сих пор висит. Яблоня старая, пожилая. Никто, разумеется, за этим особо не смотрит. Но, тем не менее, табличка такая есть. У Шталли это яблоня или не та, но есть фотография, где у него стоит столик под яблоней. И он там пишет, рассказ считается, что как раз один день Ивана Денисовича. Ну, собственно, вот эта яблоня, вот эта табличка. Тут вот такое все состояние не очень хорошее, но табличка есть. Вот, можно ее увидеть. А вот так выглядит дом со двора. Как видите, люди себе здесь, конечно, поставили кондиционеры. То есть это обычный жилой дом, который недавно отремонтировали. Как я уже говорю, привели в хорошее состояние. За что, конечно, надо сказать спасибо, потому что до этого он был в совершенно плохом виде. Вот это и есть дом, в котором Солженицын прожил 9 лет. Вот так выглядит дом Солженицын. С другой стороны улицы сложно его показать красиво, потому что, ну, тут все улицы, конечно, машины не заставлены, потому что центр города находится. Конечно, машины тут стоят негде, поэтому они стоят везде. Ну, вот так. Вот те два угловых окна. Вот мемориальная табличка. Вот те угловые окна. Это как раз и есть его квартира на втором этаже. А мы идем дальше, куда он ходил на работу. В школу номер 2. Если пойти дальше по улицу Рискова, в сторону того места, где работал Солженицын, то тут, конечно, сейчас почти все перестроили, снесли. Раньше-то город был целиком и полностью деревянным. Ну, вот отдельные шедевры вроде вот такого вот деревянного домика еще остались. Сейчас я вам его покажу. Вот такой полуразваленный. Рядом вот тут тоже были деревянные дома раньше, но сейчас вот все ударно сносится, перестраивается и вместо старого города образуются такие новостройки. В Рязани с этим не заморачиваемся. Охрану статуса часть города получил, центральная часть города получила недавно. И практически весь старый город был получен снесен. Только были, где остались вот такие вот раритеты, вроде вот этого дома. В самом конце улицы Урицкого, уже когда она заканчивается и приближается к парку, на самом деле тут дальше сквозняком пойдет улица Полонского, но она будет после оврага, и это будет уже другая улица. Мести, где вот находится такое довольно знаменитое здание, летнее здание дворянского собрания. Я его сейчас дальше покажу. Здесь вот такое интересное здание модерновом стиле. Самый узкий дом. Он действительно узкий, шириной всего 4 метра. Буквально в одно окно. Люди ездят по всяким заграницам, ищут узкие дома. А его искать-то не надо. Вот он есть в Рязани. На самом деле тут получилось следующее. Это, скажем так, остаток от большого дома. То, что построили вот здесь в советские времена. Дело в том, что вот этот дом был на самом деле большой, но вот кирпичный был только вот этот кусок. А все остальное было деревянное. А это было реальное училище. Ну, потом, до революции еще это дело было. Потом революция случилась. Все поменялось. Дом поменял хозяев, разумеется. В результате деревянная постройка пришла в негон. Деревянную постройку, в конце концов, снесли. Вот построили вот это вот здание тоже 50-е годы. А то, что было кирпичное, это осталось. И вот до сих пор стоит сеть. Раньше это одно время был магазин, потом вдоль поджилое здание. Вот в таком вот виде даже деревья прорастают наверху. Это существует до сих пор. Конечно, тут перестраивали. Если вот туда подойти поближе, мы сейчас туда, таким образом, дорогу перейдем и подойдем. Посмотрим все это дело. Проберемся. Посмотрим на состояние. Можно увидеть, что в свое время, когда это была архитектура модерна, в начале 20 века, вот видите, здесь была круглая кладка. То есть здесь был круглый проем такой. Даже не круглый, а вот, видимо, здесь двери были в форме ключа замочной скважины. Такой тивичный модерновый стиль. Здесь это было. Но потом все это переиграли. Здесь все заложили благополучно. И вот сейчас это выглядит вот так. Но вот дом шириной всего буквально 4 метра. То есть так вот, ну и здесь до сих пор живут. Вот такая вот история. А мы идем дальше. Мы идем дальше и подходим к летнему зданию дворянского собрания. Очень красивым. Построен тоже в начале 20 века. Полностью деревянному. Полностью деревянному. С красивой резьбой. Здесь летом собиралась дворянское собрание. Город Березань. Интересно, что здесь был сад трезвости. Танцы устраивали. И так далее. Интересно, что сейчас этот парк, который разбивался как сад трезвости, второй замок пьяным. Вот так вот все поменялось. Сад трезвости превратился в пьяный парк. Одно время там с другой стороны этого здания были собственно и есть амфитеатр. Там любила скажем так, в 90-е годы собираться молодежь. Вот тогда он и стал пьяным парком. Вот посмотрите. Какое красивое здание. с очень красивой резьбой полностью сохранилось. Состояние, конечно, не очень. Подкрасить бы не мешало. Но тем не менее, вот эта вся резьба начала 20-го века. Вот очень такой красивый домик, напоминающий какой-то, даже не знаю, торт что ли. Конечно, состояние не очень хорошее, не везде все хорошо. Но было такое здание. Интересно, что значит у нас было и обычное здание дворянского собрания. Оно дальше по улице Астраханская Ленина. А вот здесь вот собирались летом, потому что сад, здесь вот оврах, красиво, тепло, приятно, прохладно. Вот такой был домик. Дальше мы проходим мимо особняка Рюмина. Это здание, в котором сейчас располагается художественный музей. Во времена, когда здесь жил Солженицын, это был не художественный музей. Здесь располагались коммунальные квартиры. Так получилось, что Рюмин отдал это здание под учебное. Где эти Рюмин отставить? То есть, сам Гаврил Рюмин, заработав на винах, откуп, где-нибудь тоже интересно. Сзади сад трезвости, летний зал дворянского летнего благородного собрания, летний дом благородного собрания. А вот этот особнячок построен, вообще-то, деньги, заработанные на винной торговле. Гаврил Рюмин он вином торговал. После того, как Рюмин отдал потомки этот дом отдали под образовательное учреждение, а после революции здесь были коммуналки. Потом коммуналки рассудили и сделали художественный музей. И вот сейчас это, как у нас здесь любят называть Малая Третьяковка. Насколько она мало, не знаю, но картин тут интересные есть. Есть что посмотреть. Я очень Азовскую люблю. Вот картина Азовскую здесь есть. Но об этом здании как-нибудь в другой раз. А мы сейчас бежим дальше. Вот туда это уже не улица Урицкого, это улица Поломска. Вполне возможно, что Исаевич здесь ходил на работу, потому что удобно ему здесь было проходить. Опять же, улица красивая. То есть, он, конечно, на транспорт не ездил. Потом мы сейчас побежим вот туда по улице Поломска, вот дальше к месту, где работал с Луженицем. Немного останавливаюсь на этом особняке, потому что он очень интересный. Дело в том, что считается, что именно этот особняк в свое время, в 20-е годы увидел Астернак. И именно его он описал в своем романе Доктор Живаго как Дом Лары Юрасовой. На самом деле почти такой же особняк есть в Москве только от Зеркалина. Вот эта башенка с другой стороны располагается. Но, тем не менее, особняк был построен купцом Лебедевым. Потом его покупал сначала один врач, потом другой врач, потом здесь была станция скорой помощи, а сейчас располагается один из корпусов мединститута. Дом заканчивался на этом балконе, то есть он раньше был по ширине, не дальше этого балкона. Видите, у нас очень труба, она как раз край дома отмечает. А вот это достроили уже в советские времена, причем, чтобы сохранить стилистику, видите, там даже круглое окно достроили. Такое красивое здание, интересное. оно связано с другим писателем, тоже с Нобелевской премией. Если считать, что действительно пастернавт вдохновился вот этим красивым домом, то получается, что роман, получивший Нобелевскую премию, в какой-то мере имеет отношение к Рязани, вот этому конкретно дому. После того, как закончилась улица Полонского, мы выходим на улицу Никола-Гворянскую, где тоже есть много интересных зданий, но это требует отдельного рассказа. А сейчас я просто покажу место, где, собственно говоря, открыли музей Солженицы. На самом деле, интересно то, что этот дом не имеет к Солженицу ни малейшего отношения, но городский властейший элементарь почему-то. Покупать, наверное, квартиру было не очень удобно, чтобы устроить дом-музей Солженицы, там, где он на самом деле жил. Поэтому устроили дом-музей другого известного писателя. Этот дом имеет прекрасное отношение непосредственно к нему. Вот так получилось. В Солженице под Солженицу. Солженица под Солженицу. Солженица тут отвели совсем немного места, но зато открыли музейный центр имени Солженицына. Хотя тут он располагался в городской комитет обороны в свое время, когда Рязань была на осадном положении, но это отдельная история, конечно же, потому что немцы до Рязани не дошли. Вот этот он недавно отреставрировали, перекрасили, и теперь здесь музей Солженицына в честь этого писателя. Спорный, кстати, совершенно момент, в котором в городе очень многие недовольны. работали. А мы подходим почти к месту, где он работал. Школя номер два. Она будет вот сейчас прямо по улице и за углом. Последний на сегодня пункт остановки здания школы номер два, в которой с 57 до 62 год Солженицын работал учителем физики и астрономии. Как он сам рассказывал, хотел получить математику, но математику не дали. Дали только астрономию и физику, чем он был очень недовольным, потому что надо было ставить опыты, надо было много работать, надо было заниматься лабораторией. Здание вообще довольно знаменитое. Здесь куча мемориальных досок размещена, потому что это здание напрямую связано не только с Солженицыным, а с двумя Нобелевскими лауреатами. Здесь же в свое время учился первый русский Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов, который был тоже родом из Рязани. Дело в том, что здесь располагался гиперфиальный училище семинария, и он сначала закончил семинарию, только потом, так как был сыном папа, и только потом пошел уже учиться науке, науке его тянуло. Но по поводу Солженицын здесь оказался уже в 60-е годы, когда переехал в Рязань, восстановил отношения со своей женой с Решетовской, и здесь не стал зарабатывать успешно и без учительского труда. Причем в школе про это долго молчал, что занимается писательством. Вот, кстати, доска в честь Ивана Петровича Павлова. Вот он здесь такой весь у себя прекрасный. Ему, кстати, памятник есть, мы его просто немножко странно пробежали, но не суть важна. Здесь же, кстати, бывал и Симонов, и даже учился некоторое время, который как раз Ленинскую Сталинскую премию получил, в отличие от Солженицын, которую мне дали. То есть здание такое, очень знаковое. Вот, и вот такая дощечка в честь Исаевича. То есть ему сделали не такую большую, как Симонову, но спорно, человек, все к нему по-разному относятся. Тем не менее, имеет место быть. Сейчас это здание находится на ремонте-реставрации. Общие впечатления сложить можно. Красиво старое здание, старая школа, одна из лучших до сих пор в городе. Прогулка на сегодня заканчивается. В другой раз я вам покажу другие интересные места. Спасибо за внимание. Продолжение следует...